Я постоянно ставлю будильники, писают и какают, я очень перепугалась, они по-видимому познакомились уже Говорит о его ядовитости, безопасен ли он для меня, в комнату зайдет киса Алиса или кто-то из собак Они будут отравлены ядом, эту печальную историю о ее спасении, очень удобное место, конечно Привет, я Энни Мэджик, а моя кошка, собаки и другие животные сегодня снова не в этой комнате, потому что тут со мной очень необычные питомцы, которых мне подарили Это бабочки, меня не слышно будет, там будут слышно только твои звуки И я, ребят, если честно, за эти дни подустала, я все время нервничаю, устала от этих переживаний и постоянных ожиданий Но у меня все-таки получилось заснять прямо вот на видео два абсолютно разных рождения бабочек, и это нереально просто Парусника Кацебу, которого я назвала Ред, и он оказался ядовитым, я об этом чуть позже все вам расскажу И сегодня, прямо вот сейчас, ранним утром, парусника Румянцева, просто гигантского, Ева, которую мы с вами назвали Куда ты полетел? Она до сих пор в банке Как раз прошло два часа, ее можно достать Ред пока что полетел гулять Сегодня я вам все покажу и расскажу, это просто нереально и невероятно Подписывайся на мой канал, чтобы никогда не пропускать самые новые ролики о разных питомцах моих И начнем Первая родившаяся бабочка Морфа, про него было прошлое видео, летает, кушает и жив Кстати, ставьте лайк этому видео, если хотите увидеть, как родятся остальные и наблюдать за жизнью бабочек вместе со мной Сейчас вы увидите невероятное, ребята, а я вот все эти дни реально не могу уйти из дома, очень переживаю за их рождение и толком не сплю Практически ночью, сегодня, ранним утром, родилась новая бабочка Просто гигантская, невероятной красоты парусник Румянцева Ева У меня не находится слов, как это описать, это невероятно наблюдать за этим Я никогда не видела, как это выглядит и я своими глазами просто смотрела рождение новой жизни Но я была удивлена, что бабочки рождались по-разному Через минутку я покажу, как вылупился из кокона ядовитый парусник Кацебу Ева постепенно вылезала прямо из кокона Этот момент, конечно же, ускорен Длилось это намного дольше и было намного медленнее Я постоянно ставлю будильники и просыпаюсь, чтобы проверить И вот она уже сидит на своем коконе Два часа Ева должна была провести в банке Все это время она сидела, держась за кокон то за свой, то заползая на соседнюю куколку бабочки-совы И сейчас мы вместе с вами ее оттуда достанем Она нереально большая и очень красивая И у нее такое просто очень крупное тело Сейчас уже как раз время ее можно доставать О, посмотрите на нее, она сидит прямо на своем коконе Она вылупилась из него и держится за него Какая красота! Ааа, нереальная! Она так складывает крылышки туда-сюда Черно-красно-белый парусник румянцева Евочка, давай на ручку залазь Ааа, блин, какая она красивая и какая она огромная Мне кажется, она намного больше коцебу и морфа Она просто вообще большая очень Посмотрите, какой у нее окрас изнутри Тоже нереально красивый То есть, когда она закрывает крылышки, видно эту сторону А когда они открыты, у нее вот такой окрас Ааа, она ползет по моей руке Невероятной красоты Ааа, Ев, ты куда поползла? Сейчас попробуем увидеть все-таки, как Ева полетит Все стремятся сесть куда-нибудь на шторы Скоро мы будем Еву кормить Давай Садись Я нашла себе заколку, ребят Ааа, она прям сидит у меня на ухе Я прям слышу, как она крыльями чуть-чуть шевелит Кто-то из вас, ребята, задавал вопрос Писают и какают ли бабочки, как они это делают, если да И да, я вам сейчас на него отвечу Действительно, крупные бабочки, такие как вот парусник румянцева, наша Ева или морфа Они делают это намного заметнее, чем маленькие бабочки, например, коцебу Это, конечно, очень смешно, но я сейчас вам покажу, как это выглядит Короче, я ни разу не видела, как это делает коцебу Но вот так вот делает эта крупная бабочка морфа Это вот все ее следы надо помыть Ева это будет делать примерно так же, если не больше Нереально большая, больше морфа и очень ручная Точно так же, как и он, спокойно сидит на руке, никуда не улетает Она родилась совсем не так, как коцебу Мы сейчас их познакомим и заодно сравним А коцебу рождался вот так Его куколка сначала долго открывалась сверху, а потом она просто упала То есть бабочка отвалилась вместе с куколкой вниз Я очень перепугалась, сначала запереживала Но потом коцебу довольно быстро освободился от кокона Крылышки у него были еще совсем слабые и висели, как тряпочки Коцебу взобрался на палочку и пополз наверх Именно для этого нужна крышечка на ферме Потому что первые два часа бабочку доставать из бабочкария нельзя Через два часа крылья у него приобрели нормальный вид и коцебу был готов к выходу Кстати, он родился прямо на стриме и многие видели его рождение Ребят, после рождения каждой бабочки банку обязательно нужно помыть Налить туда еще воды где-то примерно на сантиметр так, чтобы шарики орбис сверху оставались сухими Чтобы когда бабочка родится, если вдруг она окажется на шариках, чтобы она не намочила свои крылышки Кстати, недавно все бабочки вдруг резко всполошились и стали летать в комнате прям под потолком и биться очень сильно Как будто нервничали И буквально через час случилась просто сумасшедшая адская гроза с сильными молниями Стоял огромный шум, все мои животные в этот момент нервничали И киса Алиса, и собаки И я, если честно, даже перепугалась, что что-то случится с домом, который мы строим Короче, про то, как мы пережили этот ураган Что вообще произошло вокруг Какие разрушения Я сняла отдельное видео на свой канал Animagic Оно тоже вышло сегодня, потом сходите и посмотрите его И там я заодно рассказала, какой большой суммой денег обошлась в итоге моя авария А мы возвращаемся к ядовитому коцебу Парусник коцебу, наш Рэдди, тоже очень красивая и довольно крупная бабочка Снаружи у него полностью черные бархатные крылья с такими как бы капельками внизу А изнутри ярко-красные узоры Тело в красно-черную полоску и очень длинные лапки Вот так выглядит Рэд и Ева рядом Кстати, ребят, напишите в комментариях Видели ли вы когда-нибудь бабочек и в каких условиях Просто на улице, в специальных парках или еще где-нибудь и каких Посмотрите, какая Ева просто гигантская по сравнению с Рэдом Хотя, если честно, вначале он мне казался тоже очень большим Он уже где-то повредил крылышко Как, в принципе, и в природе с ними такое случается Надеюсь, что все с ними будет хорошо Они, по-видимому, познакомились уже Но, что удивительно для меня, Ева, конечно же, реально намного больше Рэда Я прям в шурке А вот Рэд, например, он намного более быстрая бабочка Он все время быстро-быстро перебирает крылышками Он много летает, постоянно садится мне на одежду И даже если я чем-то занята, он может долго-долго на мне сидеть Я выкладывала разные сторис в инстаграм питомцев Подпишитесь и посмотрите И я узнала, что такой внешний вид говорит о его ядовитости Безопасен ли он для меня, для человека Или я тоже могу быть отравлена его ядом Мои собаки не видели бабочек И это небезопасно для бабочек А уж тем более киса Алиса Потому что она, как кошка любая У нее будет охотничий инстинкт И она захочет их ловить и нападать И если вдруг что-то Она, как любое животное, от которого он защищается своим ядом Может отравиться Я прочитала, что в мире бабочек это довольно распространенное явление То есть бабочка накапливает яды в своем теле Как это делает Кацебу И становится несъедобной Такая яркая окраска бабочки Как бы подает сигнал животным Которые ее собираются съесть Птицам и другим насекомоядным Что ее есть нельзя Это такой способ защиты от хищников Но для человека, как оказалось Она все-таки, фуф, безопасна А вот если сейчас в комнату зайдет киса Алиса Или кто-то из собак И захочет напасть на Кацебу Возможно, они испугаются И не станут этого делать А если это сделают Они будут отравлены ядом, накопленным внутри него Сейчас Морфа и Ред летают по комнате И к ним присоединится наша Ева Я 2-3 раза в день опрыскиваю их водой И каждый день кормлю сладким сиропом О том, как кормить Морфа улетел Как я впервые в жизни кормила бабочку Где она спит Как ухаживать за ней дома Как правильно ее брать Я рассказывала в прошлом видео про Морфа Потом посмотрите его Бабочка Гипполимна с Балина по имени Коко Тоже сегодня родилась И пока она жива Эту печальную историю о ее спасении Я покажу в другой раз У нас с вами осталось 2 нерожденных куколки Парусник Леви, которого мы назвали Фиона И Калиго, бабочка-сова По имени Соу От английского душа Да, Ева, очень удобное место, конечно Короче, их рождение мы будем ждать вместе Может быть, я снова сделаю стрим Я буду держать вас в курсе О жизни этих красавиц и красавцев А вы переходите по ссылочкам на новые ролики На других моих каналах И скоро увидимся До свидания Субтитры создавал DimaTorzok